МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 70 лет США строят систему своего доминирования во всем мире. И все это время ЦРУ ведет непрерывное наступление на Россию. Чем же мешает Америке большая мирная страна на другом континенте? Почему вокруг наших границ то и дело вспыхивают цветные революции? Как агенты всех мастей стараются проникнуть в Россию и разрушить ее изнутри? Кто они? И кто им помогает в самой России? Я часть этого огромного и страшного! Пришло время узнать об этом. Мы расследуем методы ЦРУ и хотим знать своего противника в лицо. Это моя бракадабра. Предупрежден, значит вооружен. Смотрите прямо сейчас. Теория заговора. ЦРУ против России. Декабрь 2016 года. Исследовательская организация «Левада-Центр» публикует результаты нового социологического опроса. По данным этой организации, для более чем 60% россиян важнее собственное материальное благополучие, чем государственный строй. После чего многие либеральные издания выходят с громкими заголовками. Россияне поменяли патриотизм на деньги. Однако совершенно непонятно кого. И главное как опрашивали эксперты «Левады». Всего пару месяцев назад на вопрос сотрудников Всероссийского центра изучения общественного мнения. Если завтра война и ваш близкий получил повестку из военкомата, что вы ему посоветуете? 49% россиян ответили, что посоветуют мужу или сыну отправиться на передовую. И лишь 15% признались, что стали бы отговаривать родных от участия в военных действиях. Получается, что патриотические настроения в России сильны. И людям важно, что происходит с их страной. Патриотизм опять стал у нас основой нашей государственной идеологии. Возвращение к нашим корням, к нашим вековым традициям. Вот это является та идеологическая база, которая является идеологической основой противостояния. Тогда почему такие странные данные у Левада-центра? Ответ прост. Мало кто помнит, что еще в 2013 году Левада-центр была признана иностранным агентом. И, вероятно, эта организация до сих пор работает в интересах Запада, пытаясь внушить жителям России, что «своях это с краю». И думать нужно о себе, а не о родине. Эта история – лишь маленькая часть большой целенаправленной работы, которая ведется в нашей стране с западными спецслужбами с середины прошлого века. Цель – разрушить национальное сознание России. Сделать все, чтобы уронить честь и достоинство страны в глазах ее жителей и тем самым ослабить Россию изнутри. Ведь сила нашей нации в единстве. Мы должны гордиться, что мы русские, а не прятаться, как страус, голову в песок, когда там начинают нас обвинять в так называемой шовинизме. И нет у нас шовинизма, потому что русские – это характер, воспитанный нашей средой. Среда, географическая среда – это гигантские просторы. Мы широкой души люди, поэтому мы принимаем и чужие религии, и чужие нравы принимаем. Об этом история наша говорит. Секретный план ЦРУ по разрушению России включает в себя три этапа. Первый этап – подготовка и внедрение агентов влияния, которые будут осуществлять. Второй этап – разжигание национальной вражды. К западным агентам в нужный момент присоединяются политические зомби – люди, прошедшие особую психическую обработку. Они станут активными участниками событий и марионетками в чужой игре. И это будет третий этап, который должен закончиться свержением существующего строя и разрушением государства. Для этого на улице выйдут спящие армии. Спящие до времени переворота и пробудившиеся по сигналу от американских спецслужб. Но до начала операции нужно подготовить российский народ. Сделать так, чтобы люди перестали любить свою родину и гордиться своей страной. Такой массой легко управлять. Я вижу здесь ту политическую силу, которая может победить, но если будет работать каждый день. О том, как это уже пытались сделать в прошлом веке и не оставляют попыток сегодня, смотрите прямо сейчас. Как заставить разлюбить родину? Инструкция от американских спецслужб. Что такое план Леотей и как он работает? Теория лжи. Что эффективнее? Придуманная ложь или переработанная в ложь правда? Только в проекте «Теория заговора». История противостояния США и России началась более 70 лет назад. 5 марта 1946 года. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в Фолтоне открыто признает, что отныне Соединенные Штаты находятся на вершине мировой силы. Это торжественный момент американской демократии. Но и крайне ответственное положение. Противостоят им два главных врага – война и тирания. Под тиранией Черчилль имеет в виду Советский Союз. Исчезли предыдущие два противника. Это фашистская Германия и милитаристская Япония. И появился новый противник, очень грозный. Как в тот период понимали и правильно понимали в Соединенных Штатах – это Советский Союз. Принято считать, что именно с этой фултонской речи началась холодная война. Многолетнее политическое противостояние США и СССР. Однако мало кто помнит сегодня, что изначально речь шла не о холодной войне, а о настоящей. Ягер. Первая бородировка должна была быть в 1948 году. 37 городов должны быть уничтожены атомной бородировкой. Вторая – в 1949 и третья – в 1952. Но наши успешные испытания сначала атомной бомбы, потом водородной бомбы. Это остановило пыло американских генералов. И ЦРУ осознало, что горячей войной они не победят в Советский Союз. Поэтому было принято решение переходить к новому типу войны. Если враг силен и опасен, и его не удается уничтожить с помощью ядерного удара, то это нужно сделать из-под тяжка и спешка здесь. Равно сильно неудаче. Так в ЦРУ появился особый секретный план. В кулуарах он получил имя французского маршала Юбера Леоте, который долго служил в Африке, где европейцы страшно мучились от жары и отсутствия тени, куда можно спрятаться – от палящего солнца. Вот он говорил, что если вы хотите посидеть в тени в пенсионном возрасте, то уже сейчас сажайте деревья. Тогда вот к вашей старости у вас будет роще. И вот это как бы методология создания специальных групп влияния, так называемых агентов влияния. Создание пятых колонн в странах, создание так называемых спящих армий. И ряды других методов, которые были затем реализованы в конкретных операциях, которые были спланированы в ЦРУ. Еще в 1946 году в ЦРУ хорошо понимали, чтобы появилась роща антисоветски настроенных людей, в первую очередь сегодня нужно посеять ростки сомнения в советских гражданах, заставить поверить в то, что СССР не та страна, которую нужно защищать и любить. В ЦРУ закипела работа. Эксперты вложили в план ЛИАТЭ весь свой арсенал, который использовали в ходе внутриамериканской политической борьбы. Информационные вбросы, подкуп прессы, провокации. Американцы впервые увидели сверхдержаву, то есть до этого ее не было. Британская империя после войны не могла восприниматься всерьез. Тут появилась сверхдержава, причем основанная на абсолютно других идейных ценностях, чем американский образ жизни. Вот это их бесило. Но традиционных методов подковерной борьбы в случае с СССР было явно недостаточно. Советский народ во Вторую мировую войну показал себя как огромная сила, способная во имя своей родины одолеть любого врага. Людей, переживших страшные лишения во имя победы, и не утративших силы духа, так просто не обманешь. Поэтому для обработки граждан СССР и соцлагеря была придумана особая схема. Родилась она, кстати, не в ЦРУ, а у британских коллег, в Ми-6. 29 июля 1953 года секретно. Из решения Комитета Кабинета Министров Великобритании по вопросам коммунистической деятельности за границей. Планирование и организация операций поручаются специальной группе, возглавляемой представителем Министерства иностранных дел. Организация работы по сбору и анализу разведывательных данных и их дальнейшему использованию возлагается на секрет интеллижент сервис. То есть служба умов, если можно перевести так дословно. То есть надо было не только добыть информацию, но надо было сформировать некие проекты. Вот этим и занимается интеллижент сервис. Именно этой секретной службой умов была выработана идеальная формула информационной войны. Всасывание, искажение, излияние. Первый этап всасывания подразумевал сбор информации. Любой. Слухи, мнения, обсуждения на улицах, на предприятиях и, конечно, в коридорах власти. В комплексе такие сведения могли послужить основой для реализации второго пункта. Искажение информации. На третьем этапе эта искаженная информация отправлялась назад и вбрасывалась в общество. Происходило излияние. Впервые эта формула была применена в странах соцлагеря. Под прицелом ЦРУ оказались Венгрия, Болгария, Чехословакия, Румыния и ГДР. В этих странах начали работу прозападные издания, которые потихоньку меняли отношение людей к Советскому Союзу. Государству, которое освободило эти страны от фашизма. Главная задача ЦРУ было снизить градус благодарности и перенести внимание людей на бытовые проблемы. Заводы работают, казалось бы, это хорошо, но это плохие заводы. И работать нужно на них меньше. Продуктов становится все больше, казалось бы, хорошо, но тут же говорится, что на Западе их больше и они намного вкуснее. Так капли за капли, капли за капли бьют по сознанию и практически переворачивают сознание интеллигенции в первую очередь. Капля камень точит, а излитая искаженная информация точит сознание людей. И вот уже в 1953 году в Восточном Берлине на Сталин аллею выходит с протестами 100 тысяч человек. Когда к митингующим подключились другие города, протестующих стало 2 миллиона. С беспорядками, конечно, справились. Следующим будет поздний июнь 1956 года. Тогда рабочие заводы имени Сталина выступили под лозунгами десталинизации и улучшения условий труда. Сразу после этого Конгресс США увеличивает финансирование реализации плана ЛИАТЭ в странах соцлагеря на 25 миллионов долларов. Огромное внимание стали уделять именно подрывной деятельности. То есть именно попыткам, если хотите, расшатать условия социально-экономического строя Советского Союза, возможно, спровоцировать какие-то массовые недовольства, короче говоря, ослабить Советский Союз изнутри. Идеально работает формула ЛИАТЭ и сегодня. Вот типичный пример. 2014 год. Украина обвиняет Россию в военном присутствии на Донбассе. Интернет кипит доказательствами. Статья о том, что российские танки едут на Донбасс, подтверждена фотоматериалом, который на поверку. Оказывается, снимком 2008 года. И на нем запечатлены танки на Цхенвале. То есть была взята реальная фотография. Это всасывание. Ее обработали, придумали новую легенду. И реальное фото сложной истории вброшено в сеть. Произошло излияние. Все, как по формуле ЛИАТЭ, и с такими примерами мы сталкиваемся каждый день. Ловушки в соцсетях. Кто разрушает патриотизм и как вывести людей на болотную? Первая оранжевая революция. Кровавая осень в Венгрии. Какую роль в драме сыграла радио Свобода? Майдан по венгерскому сценарию. Кто промыл украинцам мозги? Сегодня американским спецслужбам очень просто изливать искаженную информацию. В их распоряжении все виды СМИ. Газеты, телевидение, радио, интернет и даже соцсети. Которые подчас становятся более эффективными, чем традиционные источники информации. Ведь именно в интернете сегодня черпает информацию наиболее активная часть россиян. Это секретное пособие от американских спецслужб для сетевых троллей. Людей, главная задача которых изливать нужную информацию в соцсетях. Провоцировать людей на необходимые эмоции и действия. В этой брошюре подробно рассказаны самые эффективные приемы информационной войны. Прием номер один. Таргетирование плохих ожиданий. Таргетирование в переводе на русский формирование ориентиров. Задача метода поменять жизненные установки аудитории соцсети. Сетевые тролли в своих записях нагнетают кризисные ожидания, страхи. Формируют ощущение массовой депрессии. Таким образом создается негативный фон восприятия происходящего в России. Негативные ожидания, накапливаясь, способны привести к срыву. Провоцируют массовый протест, панику, смятение и смотру. Так случилось в декабре 2014 года. Массовая паника в соцсетях и прессе вызвала обвал рубля. Люди, поддавшись паническим настроениям, штурмовали магазины, чтобы потратить последние сбережения. Через несколько недель стало ясно, что это была провокация. Основной механизм борьбы против ядерной державы, которую, к сожалению, нельзя разбомбить, состоит в том, чтобы, так сказать, бомбить ее информационно и с помощью провокаций. То есть, вот, создавать для нее проблему. Прием второй – подмена понятий. Яркий пример, демонстрирующий этот прием – война в Сирии. Боевиков и террористов Запад называют повстанцами-активистами, борцами за свободу. Создается искусственный фантом якобы умеренной оппозиции, которая воюет в Сирии, и которую якобы уничтожают русские самолеты. Подмена понятий выступает как программирующий инструмент. Сначала человек проглатывает ложные определения, затем к нему привыкает. Затем разрушается его собственная картина мира. Черное становится белым, а белое – черным. Американцы пытаются убедить своих граждан в том, что Россия пришла в Сирию не для того, чтобы бороться с международным терроризмом, а для того, чтобы остаться на Ближнем Востоке, организовать там военные базы, восстановить те позиции, которые прежде имел Советский Союз, и благодаря которым Советский Союз переигрывал в этом регионе Соединенные Штаты в годы Холодной войны. Прием номер три. Создание фантома массового недовольства. В соцсетях создается среда массового недовольства. Негативные темы вбрасываются через популярных блогеров, затем массировано раскручиваются. У попавшего в такую сетевую среду человека возникает искреннее чувство, что кругом все ругают власть, растет протест, и ситуация вот-вот вскипит. Погруженный в такую искусственную среду человек становится марионеткой в руках куклы Вота. Сначала создается искусственная реальность – фантом массового протеста. Затем провоцируется массовый протест. Яркий пример действия этого приема – митинг на Болотной площади. По данным экспертов, практически все люди, пришедшие тогда на Болотную, были активными пользователями одной популярной американской соцсети. На протяжении нескольких дней их сознание активно обрабатывали агента ЦРУ, а затем предложили выйти с протестом. Это наш город! Это наш город! Это наш город! Конечно, большинство вменяемых людей, которые пришли на первую Болотную, не пришли на вторую, потому что власть на Болотную захватили те люди, те так называемые лидеры оппозиции, рядом с которыми, извините, даже стоять было стыдно. Интересно, что все эти методы родились еще полвека назад, когда интернета еще и в помине не было. Тогда ЦРУ столкнулась с серьезной проблемой распространения информации. Американской спецслужбе даже пришлось создать целую инфраструктуру для того, чтобы советские граждане услышали, наконец, голос Америки. 1949 год. СССР находится в глухой информационной обороне. У ЦРУ нет возможности ни собирать, ни изливать информацию. Поэтому начать информационную обработку решают с соцстран. Для этого создается радиостанция «Свобода». Новую станцию по официальной версии американские граждане вроде как просто подарили европейским и изначально назвали соответствующей «Свободная Европа». Обещал Найзмюнхен. Кто был формально учредителем? Комитет американских частных граждан, очень озабоченных проблемами порабощенных народов, captive people, как они называли тогда нас там и народы социалистических стран. Просто они взяли, скинулись, организовали эту радиостанцию. Теперь все знают, документы раскречены, что и сам комитет, и вся радиостанция была создана на деньги ЦРУ. Именно поэтому возглавил «Свободную Европу» никто иной, как заместитель директора ЦРУ Ален Дайлес. Многочисленные агенты ЦРУ, они же сотрудники радиостанции, собирали информацию о том, чем жили граждане восточноевропейских стран и Советского Союза. Эта информация всасывалась, искажалась и изливалась через радиоприемники. Они вещали 24 часа, круглые сутки, вещали на всех языках народа в СССР. И вот капля за капля вбивали в сознание о том, что вот СССР – это тюрьма народов, о том, что в СССР нищие все, что нет абсолютно ни предметов быта, предметов питания, жилье плохое, в общем, все плохо, короче говоря. Чтобы не было никаких неожиданностей во время эфира, все сотрудники давали подписку о неразглашении. Ниже подписавшийся поставлен в известность о том, что радиостанция «Свобода» создана ЦРУ и функционирует на его средства. За разглашение этих данных виновные будут подвергаться штрафу до 10 тысяч долларов и тюремному заключению сроком до 10 лет. В том же 1956 году именно с помощью радио «Свобода» была проведена одна из самых успешных операций ЦРУ, в странах соцлагеря. Операция «Фокус». Тогда эпицентром беспорядков стал Будапешт. По сути, это была первая оранжевая революция, которую провели американские спецслужбы, вошедшие в историю как кровавая осень. Основным инструментом информационной войны стала финансируемая ЦРУ радиостанция «Свободная Европа», в которой работали две тысячи сотрудников. Из 29 передатчиков станции, шесть или семь, были постоянно нацелены на Венгрию. «Венгров призывали к борьбе, обещая любую помощь». 13 октября прозвучал призыв. «Требуйте вывода частей советской армии, обнародование соглашений и расчетов между СССР и Венгрией. Требуйте демократии вместо демократизма, независимости вместо опекунства». «Как раз я радиостанция «Свобода» тогда, ну, точнее, «Свободная Европа» вещала на Венгрию, было две. Говорил, что «ребята, выходите драться с советскими танками, Америка вас не бросит». Главную ставку в Венгрии ЦРУ сделала на молодежь. Считается, что требования к власти выдвинули студенты технологического университета на общем собрании. Но вот совпадение. На этом же собрании присутствовали и два американских дипломата. На самом деле именно они и руководили всем процессом. А вот когда начались массовые грабежи и радикальные нацисты перешли к убийствам, их хозяева сразу же отстранились от событий, ставших вдруг кровавыми. Понимаете, когда, скажем, трупы советских солдат в Будапеште выставляли в магазинах готовые одежды под названием «Мода сезона», коммунистов, скажем, вешали на фонарях вверх ногами, я должен сказать, это произвело на Западе очень дикое впечатление. Даже европейская антикоммунистическая интеллигенция отшатнулась от этого всего. Настолько это было вообще как-то омерзительно даже. Время доказало, куда направлялся фокус внешней англо-американской политики, туда же нацеливались и трансляторы радиостанций «Голос Америки» и «Свобода». Середина 90-х – Югославия. 1998-й – Ирак. 2001-й – Афганистан. 2008-й – Южная Осетия и Абхазия. 2011-й – Ливия и Сирия. 2014-й – Украина. Венгерский сценарий практически с удивительной точностью повторился на Украине. Там тоже ставку сделали на молодежь. Самую протестную часть общества. Именно ее начали готовить для атаки на слабую и разобщенную украинскую власть. Сначала в интернете и соцсетях, а затем в реальности. В летом 2006-го года в интернете появляется видео о том, как инфраструктуры НАТО обучают украинцев на территории военной базы в Эстонии. Это хутор Каунаталу. Здесь молодежь проходит настоящий диверсионно-террористический курс. Как совершить эффектный подрыв? Как незаметно выстрелить в толпе? Не скрывается и сценарий. Сначала подготовленная бригада заводит толпу лить от камней. Задача – спровоцировать полицию на ответные действия. А когда обстановка раскалится, в дело вступают снайперы. В 2014-м глава Цейру Джон Брэннон лично и тайно приезжает в Киев. Позже депутаты Верховной Рады безуспешно требовали объяснений, почему в здании Службы безопасности Украины целый этаж был предоставлен американским спецслужбам. Кстати говоря, эти два этажа находятся в полном распоряжении Центрального разведывательного управления и в настоящее время. Поэтому действия украинских специалистов по информационным войнам полностью направлялись их американскими коллегами. Именно сотрудники ЦРУ руководили Майданом, а потом и всем переворотом. Тайные цели агентов ЦРУ хорошо известны. Обнаружить очаги недовольства и разжигать их. Внедриться, заручиться доверием неформальных групп, особенно молодежи. Снабжать их литературой, поддерживать финансово, подсадить на крючок и начинать раскачивать общество. Все строго по плану Леоте. Нованд озвучила сумму, которую потратили на Украину. 5 миллиардов. Сколько они вообще потратили во всех этих операциях, там, Гладио, РУД и так далее, ЦРУ. Это безумный день. Это, безусловно, речь идет о триллионах. Власть Януковича удар не выдержала и рухнула в течение месяца. Обманутый народ опомнился лишь через несколько лет, когда страна оказалась в глубочайшем кризисе. На кого работает Нобелевский комитет? Спасибо большое. Кто помогал Солженицыну обличать советский строй? И кому удалось стать самым эффективным агентом влияния ЦРУ за все время его существования? Сначала свободу и голос Америки слушала только Восточная Европа. А потом ЦРУ вложила круглую сумму. В усовершенствование передатчиков и радиоволны достигли СССР. Крупнейший наш просчет – это то, что мы отдали эфир наш. Он прострелился по всем линиям. 25% территории вообще не покрывалось ни нашими радиосигналами, ни телевидением. Американские голоса, и китайские голоса, и всякие прочие. Количество постоянных служителей, по данным, которые были у наших специальных служб, 12-15 миллионов человек. В СССР новые радиостанции вызвали нездоровый ажиотаж. Эксперты считают, что это произошло благодаря запрету на них. Чем больше голоса Америки глушили, тем больше интерес они вызывали у неподготовленного советского слушателя. И тем сильнее влияли на сознание. Обрабатывалась молодежь о том, что вот Советский Союз зомбирует всех коммунистическими лозунгами, а на самом деле молодежь должна быть свободна, раскована. Затаптывание нашей истории, оплевывание нашей истории происходило. Председатель КГБ Юрий Андропов в своих воспоминаниях привел слова сотрудника американской разведки, одного из руководителей комитета «Свободная Европа». «Мы не в состоянии захватить кремы, но мы можем воспитать людей, которые могут это сделать, и подготовить условия, при которых это станет возможным». Но для успешного воспитания нужны правильные учителя. Еще в конце 50-х после успешных акций в Восточной Европе в ЦРУ верно заметили, что на умы обычных граждан особое влияние оказывает творческая интеллигенция. Вскоре в кулуарах спецслужб уже обсуждается расширение плана ЛИАТЭ и создается специальный отдел – диссидентский. Главным символом советских диссидентов считается Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ стал самым известным романом за подписью Солженицына. Но откуда у автора такие исчерпывающие знания? Есть версия, что помогали. Газдеп США приступил к созданию карты лагерных поселений в СССР сразу после окончания войны. Зачем? Ответ прост. Именно среди заключенных можно найти множество противников советской власти. Через пять лет карта готова. А тут как раз Солженицын. Кто вывез его архив? Человек, который через несколько лет стал руководителем АНБ, Агентства национальной безопасности США. ЦРУ было задействовано в этой операции по раскрутке Солженицына, потому что они сразу же оценили, что это кувалда против русского народа. И вот трибуна. Нобелевская премия и признание самого автора в том, что его литература – это политический акт. Вообще, ЦРУ имело прямое отношение к изданию на русском языке более полутора тысяч литературных произведений за подписью разных советских авторов. Далис писал, наша задача какая? Чтобы они думали, как мы, ели, как мы, одевались, как мы. И главное, как он говорил, надо истребить из русской интеллигенции то, на чем основывается ее преданность советскому режиму – альтруизм и бессеремничество. Надо привить им эгоизм и себелюбие, как это происходит и в нашей интеллигенции. И тогда их судьбы и судьбы советского государства разойдутся раз и навсегда. Солженицын среди них был не единственным Нобелевским проектом ЦРУ. 1958 год, Пастернак. В 87-м ее присудят Бродскому. Оба талантливы, но премии отмечены, к сожалению. Не только за это. Цель Запада – создать образ диссидента-мученика и противопоставить его советскому строю. Они очень аккуратно, тонко подходили. То литературу давали, то какую-то материальную помощь, то выезды, то, мы знаем, Нобелевские премии присуждали. И тем самым у интеллигенции формировалась иллюзия о том, что вот они нас защищают, они нас спасают, они истинные поборники того, что правда и культура должны торжествовать. На самом деле это мистейк, иллюзия, и не более того. Еще одна Нобелевская номинация – премия мира. Чтобы ее получить, талант не нужен. И, конечно же, ЦРУ этот шанс не упустил. В 2009 году Нобелевскую премию мира получил Барак Обама. За что? Да, словно, за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами. А ведь это ООН, Обама, обещал закончить войны в Ираке и Афганистане, но вместо этого развязал конфликты в Ливии и в Сирии. Обещал закрыть тюрьму в Гуантанамо, но вместо этого открыл новые в Украине. Неудивительно, что сегодня Вашингтон активно лоббировал интересы еще одного номинанта на премию мира – украинского президента Петра Порошенко, который лично отдал приказ наносить артиллерийские удары по городам и селам Донбасса. Все разбито, пусть твари восстанавливают. Дом, смотри, какой побитый. В свое время Нобелевскими номинантами были и Адольф Гитлер, и Бенит Муссолини. История показывает, она всегда была удобным идеологическим оружием, а в 2016 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал американский музыкант Боб Дилан. Премия Бобу Дилану присуждена с формулировкой «За создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции». Вероятно, премии Дилан удостоился за конкретные строки. Я учился ненавидеть русских всю свою жизнь. Если начнется новая война, это и с ними мы должны будем бороться. Ненавидеть их и бояться их. Убегать и скрываться от них. А вот писатель Виктор Суворов в Нобелевские номинанты не попал, хотя очень старался. Еще один носитель культуры Виктор Суворов, он же Владимир Рязун, долгое время являлся советским разведчиком, который служил в Женеве под прикрытием постоянного представительства СССР при ООН. В 1978 году он пропал. Оказалось, пошел на сотрудничество с британской разведкой. Они из перебежчика сделали очень мощную идеологическую фигуру, которая обладает таким бойким пером и, конечно, гигантским массивом информации. Ми-6 буквально всосала Рязуна, обработала его. А в 80-х миру представили уже другого Рязуна, писателя Виктора Суворова. И Рязун здесь как раз, видите, добавил свою лепту в том, что вообще СССР хотел напасть на Германию. И, мол, бедный Гитлер, он там в последний момент просто предотвратил все это нападение. Хотя сразу могу сказать, вот на Западе творения Рязуна, они стоят в разделе художественной литературы. Под видом благотворительности всем известным фондом Суроса в стране будут изданы миллионы экземпляров учебников совершенно новой альтернативной версии истории великой страны. Они совершенно откровенно внушают школьникам, что все жители России – люди ущербные, что вся ее история – цепь неудач и позора, а все беды России проистекают от ее национально-культурной самобытности, то есть от того, что Россия не Америка. К концу 80-х, благодаря плану Леоте, Россия в сознании ее жителей из страны-победителя и освободителя превратилась в страну-агрессора, которая убивает собственных граждан и пытается влезать в политику других мирных стран. План Леоте – это долгосрочный план обработки общественного сознания с тем, чтобы заменить те социально-психологические установки, которые были воспитаны в советских людях, заменить на установки потребительского общества, заменить на ценности, социалистические ценности, на западные ценности. СССР не может прокормить свой народ, обеспечить его всем необходимым. Военные трудовые подвиги отцов и дедов напрочь забыты. Советский Союз получает насмешливое название «Совок», а все сделанное в нем называют пренебрежительно «Совковым». Такая страна недостойна, чтобы ее любить и гордиться ею. ЦРУ достигла своей цели. И когда Советский Союз оказывается на грани развала, мало кто пытается сохранить целостность страны. Через четыре года на закрытом совещании Объединенного комитета начальников штабов года «Билл Клинтон скажет, мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным дополнением. Мы получили сырьевой передаток, а не разрушенное атомом государство, которое нелегко было бы воссоздать». 90-е годы стали настоящим испытанием для всей России. Но российский народ с честью выдержал это испытание. А в 2000 году с приходом Владимира Путина Россия начала возвращать утраченные позиции сильной и великой державы. В Вашингтоне это быстро поняли. И план Леоте вновь достали из архива, пытаясь применить уже к новой, современной России. И снова нас пытаются поссорить с окружением, оставить без друзей. Сегодня информационная война против Российской Федерации ведется Соединенными Штатами по нескольким основным направлениям. Ну, во-первых, это атака на имидж и международную репутацию Российской Федерации. Когда западные средства массовой информации пытаются создать негативный образ России в глазах европейского и американского потребителя информации, когда Россию пытаются пугать, когда из России пытаются нарисовать образ неоимперии, ноого захватчика, который посягает на самое ценное, что только есть у западного общества, на жизнь и свободу западных, американских и европейских граждан. 2015 год. Заявления американских воинствующих политиков в духе холодной войны следуют одно за другим. Все они сводятся к откровенной лжи о том, что это Россия оккупировала часть Украины. На наших Схидных рубежах мы зупинили найсильнейшую армию континента. Адже там против нас воюют аж нияк не шахтарі та трактористи. И как мы довели переколы во всему світові, регулярні, озброєні до зубів підрозділи російських збройних сил. Но российське руководство помнит горький опыт прошлых лет. І явно провокационні события на Україні так і не приносять США нужного результата. На моїй взгляд, СССРУ совершило, конечно, гигантскую просто ошибку. Ну, не только СССР, а вообще западные лідери. Они считали, що можна встановити націоналістичний режим на Україні безболезненно. В результате Україна потеряла Крым, Донбасс, і це, конечно, серйозніший удар по інтересам США. На ЦРУ не останавливається. Вони создають нову партию диссидентів, так называемую белоленточну оппозицію. Але все усилия Навального і компанії не увенчиваються успіхом. Русських людей тепері сложно обмануть. Тоді ЦРУ зново пытається виставити Росію перед всім миром в виде мирового злодея і тирана. Особое внимание президенту Владимиру Путину. Сім'я, друзі, зв'язі. В ход ідет все, що може вызвати негативний оттенок. Правда или нет – неважно. По формуле – всасування, искаження, излияние. В обществу вбрасываються страшилки, одна ужаснее другой. Потому що он доктор зло. Потому що у росіян в крові делать зло. Потому що вони вот такие, і нечего обсуждать, зачем їм це треба. Їм треба, щоб їм испытувати удовольствие от этих гадких вещей. І все. І поєму ідет цінательна демонизація. Але планы ЦРУ рушатся на глазах. Репутация США вже сильно підмочена. Югославія, Афганистан, арабська весна. Люди в мире начинають понимать, що только Россія може противостоять. Государству, претендуючому на мирове господство. Государству, которое готово пролити реки чужой крові ради своїх інтересів. Росія уверенно демонстрирує миру воєнну мощь, ресурсну независість, економічну стійкость, терріторіальну самодостаточність і, головне, консолідацію всіх слоїв общества. Последній сводить на нет всю суть западного плана Леоте, который так хорошо работал многие десятилетия. Однако ЦРУ на этом не остановится. Американские спецслужбы ведут активную работу по созданию целой армии агентов влияния. Кто это такие? І як не попасть на їх удочку? Смотрите в следующій серії теорії заговора ЦРУ против России.